Зеленый заброшенный островок. Так местные жители называли неухоженный сквер на одной из главных улиц Балаклавы. Мусор, грязь и разбитая плитка. Отдохнуть в таких условиях точно не получится. Но в прошлом году эта территория попала в голосование по благоустройству. И не просто поучаствовала, а победила. В прошлом году была такая практика, что жители сплотились в этом вопросе именно в голосовании. Собирались подъездами, кварталами, можно сказать, и голосовали за тот иной объект. Это очень важно. Жители начинают коммуникацию с друг другом, уговаривают друг друга поучаствовать в этом проекте. И главное, что добиваются результата. Вот их сплоченность именно на этом объекте к чему привела? Что здесь начались работы. И сквер будет сделан. Приступили к работам недавно, 10 дней назад. Однако за столь короткий срок подрядчик расчистил территорию и приступил к земляным работам. Сейчас рабочие прокладывают инженерные сети и устанавливают поребрик. Одна из особенностей реконструкции этого сквера – это максимальное сохранение зеленых насаждений. Ведь среди них есть и краснокнижные. Чтобы их не повредить, каждое дерево обвязали специальными лентами. Подрядчик надежный. Опыт работы с такими объектами у него уже есть. В активе набережная парка Победы и сквер на улице Паршина. В этой зеленой зоне планируют обновить пешеходные дорожки, установить лавочки, урны и перголы. Главным местом притяжения станет фонтан. Позаботятся и о прилегающей территории. Такое нахождение данного сквера, оно разовьет эту инфраструктуру, эту территорию, поскольку здесь рядом есть социальные объекты, дом быта, остановки. То есть это очень оживленное такое место в Балаклавском муниципальном округе. Поэтому оно сейчас будет еще и благоустроено. Поработаем здесь с собственниками данных участков и данных строений, чтобы они свои объекты к окончанию строительства сквера тоже привели в надлежащее состояние. Сейчас сквер готов на 10%. Завершить все работы планируют к открытию курортного сезона в начале лета этого года. Владислав Ивенин, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.